Мы слышали много предсказаний, но в основном это библейские проектировщики. Все их предсказания описаны в ветхих иудейских заветах. Но сейчас было бы хорошо обратить внимание на русских проектировщиков, создателей будущего, которые исследуют концепции русской цивилизации и заинтересованы в ее желании. Сейчас мы познакомимся с Вероникой Гавриленок. Ее предсказания уже сбывались не раз. Она помечтала проект Хороводы мира. Этот проект осуществился. Я надеюсь, что все ее проекты и предсказания осуществятся. Сейчас мы услышим ее версию будущего для нашей Святой Руси. И никто из инородцев не сможет разделить наш великий народ. И термин «разделяй властвуй» не сможет воплотиться на русской земле. Либо Белоруссия, Великоруссия и Малоруссия — это Единая Русь. Мы это должны помнить. Это самое главное. И никакие разжигания розни и провокации не должны нас увести в бездну библейско-иудейского проекта. И есть предсказание, которое гласит, что Россия станет духовным и культурным центром всего мира, станет сверхдержавой, единой русской цивилизацией. И все страны и народы, отошедшие во время распада СССР, снова соберутся под крылом Руси и закружатся в едином хороводе мира. А сейчас слово «граники». Вот это вот закон вселенский, он работает в любых обстоятельствах. И абсолютно в любых жизненных ситуациях, которые происходят, человек всегда делает выбор — благодарить или хулить события. И это правило, оно работает и в мирной, и военной вообще в любое-в любое время. Один человек обратился к Богу с жалобой на жизнь. Суть обращения была в том, что все очень-очень плохо. Бог посмотрел на человека и говорит, ты знаешь, ты еще не знаешь, что такое плохо. И послал в жизнь этого человека события еще хуже. А другой человек обратился к Богу с благодарностью и с речами, восхваляющими жизнь. И сказал, ты знаешь, боженька, у меня все хорошо, все прекрасно. Спасибо тебе огромное за все, что я имею. И Бог ему ответил, ты еще не знаешь, что такое хорошо. И послал события еще лучше. Вот когда становится очень-очень плохо, я вот стараюсь, как бы плохо ни казалось, всегда найти что-то хорошее, и за это начать благодарить. Самая сильная энергия во Вселенной — это любовь и благодарность. И даже когда очень плохо, вот настроить себя и начать вот просто даже как молитву говорить «люблю-благодарю», 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 а потом начинать уже вспоминать, «за что люблю», «за что благодарю», таким образом повышаются вибрации очень сильно. И это является таким самым лучшим оберегом для человека. И пространство начинает так выстраиваться, что оно вот как структурироваться начинает. И ничего плохого уже произойти не может. То есть это такой вот удивительный закон Вселенной, да, то, что когда человек любит и благодарит, плохого ничего произойти не может. И даже если вот очень сложно начать благодарить, просто начинаем говорить «люблю-благодарю», как молитву. Вот такая вот мысль, вот хотелось тоже как-то вот с ней поделиться. И сразу у меня в последнее время очень усиливается, наверное, тонкое чувствование пространства, и я чувствую прямо как вот аура начинает расширяться, и она расширяется прямо на километры. Вот когда человек находится в энергии любви и благодарности, он структурирует вокруг себя все видимое и обозримое пространство. Вот существует такая вот, многие ученые уже это доказывают, что один человек, который находится вот в энергии мира, на душе, вот радости, благодарности и света, он обогревает как бы, да, своей аурой сотни, может даже тысячи человек. Вот я чувствую, что это происходит структурирование всего видимого пространства вокруг этого человека. То есть вот эта вот матрица, она как бы вот складывается таким образом, что человек, с человеком ничего плохого не может произойти в его видимом и ощутимом окружении. Вот. И удивительно то, что несмотря на то, что в мире сейчас находится много людей в состоянии стресса, там, страха, в таких низких вибрациях, несмотря на это, в целом энергия земли, да, биополе земли повышается. То есть вибрации земли повышаются. Как это можно объяснить? Это как раз таки объясняется тем, что даже небольшое количество людей, вот, находящихся в состоянии вот этого вот любви и благодарности, в состоянии мира в душе, даже вот этот небольшой процент людей, он способен держать, как бы, да, вот поле и освещать своим внутренним светом огромное количество людей, которые находятся, например, в низких вибрациях. То есть здесь вот действует закон не те, кто больше, те сильнее, а те, кто светлее, те сильнее. Вот это вот такое вот волшебство. И очень важно, чтобы вот каждый человек просто понимал, насколько значим его вклад в структурирование всего пространства. вот. И вот я начала говорить про то, что чувствую в последнее время, как вот аура моя, вот я про себя говорю, да, вот как она сильно влияет на вот окружающее пространство. Если, например, чувствую, что начинаю там нервничать или волноваться, или какие-то там негативные эмоции испытывать, я прямо чувствую, как вот пространство как бы начинает как бы закрываться, вот как сжимается, да. И я такая сразу начинаю дышать, глубоко дышим, восстанавливаю, да, все состояние и чувствую прямо, как оно, как вот это вот спокойное состояние гармоничное, оно точно так же начинает опять распространяться на километры. То есть если это раньше было вот как-то вот метры, то сейчас это километры. Это действительно, я думаю, связано как раз таки вот в целом с тем, что наша земля, планета, она вот повышает свои вибрации, и она усиливает каждого, вот человек, который старается и работает над своим состоянием, она его как будто бы усиливает и умножает. Вот есть такое ощущение, будет очень интересно послушать, может быть, не только у меня такое происходит, может еще у кого-то, да, вот я буду очень, очень рада увидеть, что я не одна такая, я уверена, что я не одна такая вот, чем нас больше, тем больше шансов у этого мира все-таки сохраниться, вот, и перейти в золотой век, да, своего развития. И вот продолжая эту мысль, я тоже хочу сказать, насколько полезно быть, прямо работать над собой, вот, в том, чтобы удерживать состояние мира, любви, благодарности в душе, по всем законам, даже вот если вдруг, ну, там, я не знаю, там, что-то произойдет, да, то душа человека, которая находится в таких вот осознанно высоких вибрациях любви и благодарности, даже после прекращения жизни в земном теле, эта душа, она притянется всегда в миры света, да, то есть, ну, пойдет там в рай, к Богу, как вот, кто во что верит, да, ну, то есть, в высшие миры, и душа уже, соответственно, попадет вот к своим родным и к близким, и это тоже очень важно, потому что наши предки, они же вообще не боялись никогда смерти, именно вот это состояние бесстрашия помогало нашим родам жить в вечности и бесконечности, да, вот, перерождаться, да. Ну, наши рода по преданию знали о том, что смерть, с точки зрения этимологии этого слова, это смена мерности, и они обладали знаниями парадигмой, которая позволяла им призывать души в свой род обратно, и они воплощались, как бы, в одних и тех же родах, вот, но важным условием, действительно, то, что ты говоришь, являлось то, что человек должен был в том воплощении, в котором он явился, в свой же род, нести свет и не нарушать законы Вселенной, ну, которые, в принципе, для каждого человека на сегодняшний день известны, а для славян они даже на уровне генома прописаны, нам не обязательно об этом знать, мы это зачастую даже интуитивно чувствуем. Да, абсолютно верно, да, и еще вот тоже хотелось такой момент сказать интересный, насчет того, как же светить, да, как же радоваться, если страшно, если вот сейчас даже заглядывание в новости, там, в интернет, в телефон, обрушится огромное количество негативной информации, да, вот, ввиду событий, всем нам известных, для этого есть, опять-таки, всем известные техники, и о некоторых из них я вот сейчас вот хотела бы сказать. Первое, что, конечно же, нам всегда помогает дыхание, практики дыхания, то есть глубоко дышим, выдыхаем, не забываем про то, что нужно дышать, ну, есть много разных методик, да, я сейчас не буду на них останавливаться подробно, но, в общем-то, вот, дыхание, конечно, очень помогает. Вторая очень классная техника – это смех, то есть смех, сама по себе энергия, она трансформационная, и только человек может смеяться, и поэтому им надо обязательно пользоваться, да, то есть все наши богатыри великие, если мы даже посмотрим по нашим сказкам по преданиям, они подошли, встречались с Кащими Смейерным, там с драконами, да, они их вызывали на бой и смеялись, то есть вот смех – это это, да, вот, он, то есть между энергией страха и любовью, да, вот, вот, та самая лучшая энергия трансформации – это смех, вот то есть невозможно бояться и смеяться невозможно то есть опять-таки значит даже смех как можно посмеяться есть тоже много разных все способы хороши конечно очень здорово посмеяться над самой проблемы которая страшит то что старше над этим посмеяться любые группы которые у вас есть на которые вы подписаны любых там юмористов ну конечно вот задор на светлая светлая память если бы он сейчас был бы конечно очень помогут нам справиться со всеми этими переживаниями которые нас всех одолевает ну а смысл в том что просмеяться важно потому что темные силы нас пугают и вот они когда загоняю человека в состоянии страха страх сковывает ну и все и с этим человеком уже можно делать все что они считают нужным поэтому чтобы не попасть в ловушку темных вот через смех мы переходим состояние любви и трансформируемся а вот дальше ну так как мой инструмент излюбленная это хороводные игровые праздники а вот у конечно же здесь он тоже очень помогает мы собираемся все вместе мы вначале много бегаем играем смеемся а через игры трансформируем вот это вот весь негатив и потом у нас хороводы и в хороводах мы уже закладываем образ мира любви и процветания там мира в душе в семье в роду вот в народах и у всех народов земли то есть вот вот эти вот праздники тоже до хороводные игровые тоже как инструмент до для трансформации и для того чтобы построить свое уже будущее прекрасное то есть этот вот инструмент мы тоже конечно же используем вот и сейчас хотела бы тоже сказать про хоровод ладья вот есть такой хоровод у нас удивительно один который открылся сравнительно недавно пару лет назад вот одной хороводницы нашей пришел в потоке хоровод волшебный потому что он является своеобразной машиной времени то есть в этом хороводе мы ладья в принципе это скажем так корабль который помогал нашим предкам путешествовать между мирами путешествовать в прошлое в будущее и вот этот хоровод ладья он как раз таки вот эту задачу выполняет мы когда его первый раз в нем участвовали это конечно незабываемое впечатление потому что было такое ощущение что мы попали куда-то далекую-вдалекую древность то есть это была встреча со своим геномом со своими предками с какой-то вот росью изначальной вот и вот в этом хороводе происходит благословили благословения девицы и женщины родов всего селения благословляют мужчин на реализацию своего предназначения то есть мужчины вспоминают свое предназначение и потом его реализовывают такие мужчины они становятся конечно очень-очень сильными то есть они чувствуют всю ответственность за жизни не только свою но за жизнь своих женщин матерей вот всего селения и мы так работают в этом году стали уже ставить с хороводниками вот и сейчас тоже хочу сказать такой очень интересный опыт энергия любви в виде белого такого вот свечения как вот строится кстати вот отсюда из 2 чакры то есть живота строится такая вот тоненькая ниточка как как паутинка такая но они они будут она как облачко как облачко такой беленько и она обволакивает энергию все наши земли обволакивает такими вот нежными нежными объятиями прямо струйками такими обволакивает а с другой стороны с противоположной стороны я вижу далеко далеко во вселенной черную дыру из этой черной дыры исходит такой как поток который превращается в зеленую такую жижу как ядовитую жижу это жижа она идет навстречу этому свет светлому потоку и как бы перехватывает его то есть эти вот зеленая вот эти вот зеленые щупальца как бы да они встречаются навстречу с энергией любви и ее поглощают то есть они берут порабочить пораба порабощают энергию любви и все что происходит у нас на земле эти войны я вижу все эти войны на об это все все беды этот весь негатив который происходит он из порабощенная энергия любви и я осознала почему говорят что есть все есть любовь а как это все есть любовь если столько бед столько болезней войны это порабощенная энергия любви и я это увидела что-то вот зеленая вот эта вот сущность данных поглощать то есть они прямо вот встречается вот так вот и переплетаются плотно-плотно и энергия любви она не может уже быть той изначальной которая на планирую про планировалось изначально богом да как вот то что из шивы выходит вот этот вот энергия из второй чакры да это как вот энергия мужская женская на любовь между мужчиной и женщиной которая сотворяет жизнь вот она должна сотворять жизнь она порабощенная от этого зеленой и она начинает творить не жизнь она начинает наоборот творить хаос на земле и я значит смотрю что что происходит с энергией любви и я вижу как вот эти вот лучики они все за кого она как девочка вот возрасте до 15 16 лет такая девочка и она плачет то есть много-много и вот этих вот лучиков энергии любви да по всей планете вот она как живая энергия любви как живая и она как девочка плачет она плачет она не может вырваться вот из этого вот плена порабощенного и я вижу как люди воюют вот войны все происходят и что самое интересное они думают они воюют за любовь человек который воюет он думает что он воюет за любовь он думает что он воюет за свет он думает что это светлое чувство патриотизма да которые вот заставляют убивать вот это вот как перевирание вот этого всего вот этой любви перевирания да вот с ног на голову вот это вот про я это все вижу это в таких это все в таких картинах показано в цвете все при обо всей земле мы пожалуй могли бы здесь добавить один такой термин интересный ведь есть такое понятие безусловная любовь когда хотят объяснить какая любовь должна быть искренней самой чистой говорят про любовь без условий что же мы сейчас можем наблюдать в нашем мире даже во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной ставятся условия ты мне я тебе материальное благо какая-то выгода вот может как раз это и объясняет очень хорошо что такое есть порабощение любви я сейчас к этому еще приду сейчас приду то что я расскажу все подробности прямо все начистое еще и для когда вот это вот облачко любви на данном виде как нежно-нежно облачка любви когда она обволакивала землю да она она пыталась стучаться в семье к людям и она встречала переграды я вижу много-много преград то есть она идиот в семью встречает преграду и ей больно она отталкивается и на дальше идет в следующую семью и опять преграда потому но то есть вначале это были множество множество преград и она как бы с каждым разом вот ее силы как бы она теряется терять силу свою на вот как как ранение знаешь вот и она каждый раз и больно было плачет плачет постепенно я просто увидел как в пространстве за тысячелетия происходило это порабощение любви и как вот она и страдалась прямо вся и вот она вот эти преграды потом вот это вот зеленая вот эта штука ее поработила и в результате она рыдает она плачет повсеместно по земле плачет энергии любви я по чуть-чуть попозже расскажу потому что потом мы пошли в глубь медитации когда мы сейчас вот я смогу спасать энергию любви а потом я расскажу как мы мы пошли после что же такое это зеленая штука что она из себя представляет и сейчас об этом расскажу попозже чуть-чуть значит что происходит дальше я вижу что шива сидит образ шива сидит медитации и он держит этот поток просто тоненькая строчка из него выходит он как терпит он сидит он терпит все что происходит он просто пока терпит я говорил уже что хоровод ладья он помогает мужчина вспомнить свое предназначение я вижу как всего она останавливаются я вижу как на земле прекращается в принципе не то чтобы все прекращается но прекращается дуальности то есть вот борьба добра и зла прекращается то есть я вижу как войны не понимают ради чего воевать и вижу как останавливаются воины то есть энергия которая в них была который двигала вот эти войны как это ни странно она уходит я вижу с одновременным уползание вот это вот утекание в этой энергии любви да я вижу как это зеленая штука уходит то есть она не может питаться ей она не может ей некого порабощать и она точно также уходит земли автоматически я спрашиваю что происходит а у меня только одна фраза повторяется великое обнуление великое обнуление великое обнуление жизнь не прекращается но наступает великое обнуление я спрошу сколько она будет длиться мне три дня и три ночи и вот тут вот сразу такой вот у меня такой вопрос что же будет происходить с нашей землей и вот с нашей землей я вижу как начинает вот это вот зеленая штука уходит и как бы все просыпаются то есть все 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 люди они как как будто бы очнулись да вот это вот происходит все оглядываются не понимают ради чего не воевали то есть так как великая перезагрузка происходит значит что происходит дальше энергия любви возвращается к шире происходит этот великое обнуление вот и мы запускаем процесс перезагрузки на земле мы обращаемся к первого творцу у нас там такие слова были в медитации прямо вот они вот в этом состоянии сейчас постараюсь передать суть мы возвращаем с первого творцом выражаем свои воли изъявления как дети бога да вот это поселить бога здесь на земле мы свое воле изъявления выражаем чтобы энергия любви вернулась на землю для того чтобы здесь на земле проявить изначальную волю творца изначальную волю творца изначальную мечту творца о процветании нашей земли о процветании чтобы наша земля здесь жила и дети действительно могли своей жизнью проявлять волю творца и совершать прекрасное творение на земле и во вселенной то есть вот сейчас мне очень сложно словами пересказать но суть я думаю понятно да энергия любви по столько зеленая сущность ушла энергия любви через шиву вернулась к первого творцу и от первого творца она уже пошла на землю вот этим вот потоком новым потоком она чистила она очистилась да она очистилась получила и сама перезагрузилась да и земля перезагрузку получила получается да и вот творец новой силы отправляют энергию любви сюда вот на землю чтобы уже люди очнулись да и для того чтобы уже вернуть земле и людям их изначальные вот чтобы они воплощали изначальный замысел творца здесь на земле уже без дуальности то есть вот вот такой вот интересный процесс что и дальше вижу энергии любви возвращается на землю со стороны где-то черная дыра образуется такой энергетический как вот щит то есть много слоев вот этого вот света до чтобы вот скажем так чтобы не было шансов опять от этого проникновения этой темноты но мы идем дальше мы идем и смотрим что уже там в этой черной дыре до идем туда смотреть и что мы видим во первых я вижу как это вот зеленая энергия она начинает в эту черную дыру засасываться черная она кстати очень далеко и масштабы даже не нашей галактики то есть это откуда-то очень издалека я вижу что там в этой черной дыре вот эта черная дыра поглотила уже очень много планет и наша планета была для нее самая желанная если бы если бы она поглотила нашу планету может быть даже был бы конец всему то есть наша плата нашу планета реальная битва во всей вселенной час идет вот значит мы когда тут вот эта штука зеленая поползла я вижу как эта черная дыра схлопывается в маленькую точку и выворачивается наизнанку в другую сторону то есть она от нашей галактики от нашей стороны мироздания отвернулась то есть она схлопнулась и в другую сторону пошла как будет мы стали смотреть что же вообще суть это черные дыры а суть черные дыры эго и гордыня и вот тут очень интересные вещи я вижу я вижу что во вселенной находится огромное количество разных энергий до разных энергии раз энергии сущности живые до 8 как рассказывала анастасия книжках не играет огромное количество сущностей находится во вселенной и они как бы каждый в своем мире находится а вот энергия эго и гордыни разрослись до невероятных размеров ну по сути что гордыни это являются мы до до невероятных размеров и что вот они делали как они вообще проникли к нам что на землю в каждом человеке до изначально богом сотворенных есть абсолютно все энергии но они в идеале должны быть все было в балансе и гармонии вот и энергия вот эго и гордыни вот я увидела их видео горошинки вот когда в человеке эго и гордыня величиной с горошинку до по сравнению с остальными всеми энергиями то все находится в балансе и человек находится в балансе но в людях стала эго и гордыня разгора увеличиваться до очень больших размеров особенно у правителей особенно у людей власть имущих да ну вот этих сильных мира всего вот огромная черная такие дыры на в них и вот эти черные дыры из эго и гордыни они стали этим магнитом который притянул к нашей земле вот эту вот черную дыру и вот эти вот зеленые щупальца которые и по поработили энергию любви вот это вот я увидела то есть в чем суть вот этого суть этого зла в чем суть а суть этого зла эго и гордыня вот и мы когда вот это вот все обратно туда ушло я увидела как в людях когда-то великая перезагрузка вот это вода . обнуление у людей вот это вот а черная дыра а нас внутри каждого она схватилась до маленькой маленькой горошины и когда энергия любви обратно вернулась на землю нам уже вот от первого творца вот она конечно вот после после этой перезагрузки она сейчас скажем так с особым трепетом да вот защищать нашу землю вот от того что вот это вот энергия вот это и гордыни опять не разрослась но здесь конечно же ответственность еще каждого из нас живущего здесь на земле с тем чтобы не дать возможности вот этим вот двум энергиям вырасти опять долги черные дыры огромные а сохранить в себе вот этот баланс энергии научиться его сохранять этот баланс энергии вот такое у меня было переживание которое осознаю вам до сих пор по одной из теорий разум человека виде ума дан нам как темнота почему мы не можем эту темноту вы победить в себе потому что она в нас присутствует в виде нашего ума и чтобы победить ее по сути дела надо как убить часть себя наш ум и рептильный мозг да это безусловно он беспокойный он постоянно находится в поиске в удовлетворении амбиции желаний и как правило это все извне он постоянно находится в страхе боится то одного то второго и тем самым наше тело продуцирует энергию низкой частоты которую способна пожирать вот этого тьма и шаманы мексики уже очень давно заметили одну интересную вещь чтобы избавиться от рептилоидного ума надо заставить его установиться и один из инструментов это безусловно медитация где приходят вот такие замечательные сюжеты как один из вариантов развития событий и очень хочется чтобы боги воплотили именно этот вариант событий и безусловно для того чтобы он имел место быть для нас здесь должна быть работа каждого человека вот работа над самим собой поэтому я думаю что порекомендовать мы можем и друг другу в том числе этот же замечательный инструмент медитация в него попадают люди по-разному кто-то через техники дыхания кто-то через созерцание один из вариантов славянской практики как постичь медитацию это для тех кто не знает что это такое но очень хотел бы освоить брать древние тексты допустим слово о полку игореве она практически не претерпела изменений и от руки садиться и переписывать его потому что практика созерцания она более характерно восточным народом для нас плюс славян медитация это где-то еще и практика движения то есть мы можем выполнять определенные движения это может быть яга в виде там физкультурой которая соизмерима соответственно мерам человека выполняется у каждого там по своему скажем так сценарию вот и соответственно медитация как инструмент для того чтобы усмирить своего эго остановить мысли поток перестать продуцировать низкочастотную энергию которой может питаться зеленая сущность которая пришла и к тебе да да абсолютно верно до инструменты вот это это сейчас самые лучшие инструменты вот дыхательные практики медитации яги йоги смех игры хороводы вот это все 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 нам помогает она помогает конечно вот выйти в этот ресурс ресурсное состояние состояние любви благости благодарности вот и еще расскажу тоже на сны у меня идут сны с рождением не идут конечно такие необычные расскажу еще один недавно мне снился тоже была такая молитва перед перед сном молитва и боль за все человечество то что происходит событие которые мы все знают какие сейчас происходит вот и вопрос что делать как помочь на что но что происходит тоже это вот еще еще один образ на который мне пришел показывает как наша земля такая в черно-белых красках вся покрыта скелет то есть много-много скелетов то есть все горы черно-белая и боль такая но скоро скоро прямо такая и только в тех моментах где люди радуются жизни ли они играют будет хороводы вижу сам творец который держит руках большую кисточку в виде радуги и он вот эта огромная кисточка краба гай рисует разукрашивает все отрезки на земле те куски на земле и там цветы растут какие люди радуются жизни я еще такая смотрю на это все и думаю ну пусть бы все люди радовались жизни пусть бы все люди вот были вот в этом вот состоянии благодарности радости счастья и вся земля превратится вот такой вот цветущий красочный мир и там где не было бы и скелетов не будет тут такой процесс он такой вот взаимосвязанный да вот многие могут как можно радоваться когда там т 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 там Какие-то там негативные сценарии воспроизводят. Но в этом-то и весь, вся суть, что если радуются, то не будет вот этого всего. Если радуются, то они структурируют пространство. Они вот создают, вот каждый счастливый человек, он создаёт вокруг себя мир. Это правда, это работает на 100%. То есть человек, который в радости и в любви, вокруг него ничего не может произойти. Только внутренние войны создают внешние войны. Это закон Вселенной. И вот когда каждый вот эту ответственность свою осознает перед тем, что происходит вокруг, мир поменяется. Ещё один тогда уже расскажу тоже. Это «Сон видения». Пару лет назад он у меня был. Вижу, как происходит заседание правителей мира. Не просто правителей, то есть это те, кто правят миром. Это не только президенты. Причём там правители мира всех времён и народов были. Да, даже те, которые уже давно ушли из земного плана. Я вижу, как они все в таком большом конференц-зале сидят и, значит, строят свои козни, да, свои планы. Вот эта вот зелёная энергия, которую я вот увидела в медитации, я вижу вот уже, опять-таки, другим уже образом. Они сидят там, что-то сотворяют, там какие-то такие свои тёмные замыслы ткут вокруг человечества. Вот. И я нахожусь каким-то непонятным боком в этом конференц-зале и вижу, что они всё делают вот это вот. Как они это всё сотворяют. И сама уделяясь, чего они места позвали. Вот. После конференции меня отзывает Джош Буш и говорит, идём поговорим с тобой. Вот. Приглашает меня за стол, раскладывает такой ватман большой бумаги, берёт маркер и рисует два круга. Один круг и рядышком второй круг. И говорит, вот этот вот круг, это то, что мы создаём, то, что вот мы хотим создать здесь на земле. А это, говорит круг, тот, который вы создаёте, хороводники. И вот он мне говорит, вот если вы хотите, чтобы сбылись ваши мечты и ваши планы, вам не надо обращать внимание на то, что мы тут строим, на все наши козни, на то, что вот на всё. Ту реальность, которую мы сотворяем, вам не надо обращать внимание. Вам нужно сотворять свои хороводы. Говорит, просто сотворяйте свою реальность. Как играли, так и играйте. Как хороводили, так и хороводьте. И только ваши хороводы, вот в этом состоянии радости, счастья и благости, смогут перекрыть наши планы. Но если вы будете свою энергию сливать на изучение наших планов, на борьбу с нашими планами, то вы потеряете свою силу, и мы победим. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет, да. Поэтому, наверное, в завершение своего обращения, своей речи, хочу сказать такую фразу, что между добру и злом мы выбираем любовь. Пусть любовь победит. Субтитры создавал DimaTorzok